70 лет назад на вооружении Советской Армии приняли танк Т-34, лучший средний танк 20 века. Его преимуществом стала надёжность. Т-34-ка — первое в буквальном смысле закалённое оружие победы. На Т-34 массово применили новую на то время технологию — поверхностные закалки металла токами высокой частоты. Гусеничные траки приобретали повышенную прочность. Методику и аппарат для закалки разработал создатель первого в России генератора токов высокой частоты Валентин Петрович Вологдин. Его заслуги в создании танка Т-34, лучшего танка Второй мировой войны, как раз были отмечены тем, что ему был под него организован наш институт в 1947 году. Сегодня Санкт-Петербургский институт токов высокой частоты имени Вологдина — ведущий разработчик новых высокочастотных технологий. По ним обрабатываются 90% всех деталей отечественного машиностроения. Расходы на производство при этом сокращаются минимум в пять раз. Недавно институт вошёл в Госкорпорацию Ростехнологии. В Госкорпорации масса предприятий, которые нуждаются в наших технологиях, потому что либо они являются заказчиками для нас уже сейчас, такие предприятия, как ВСМПО, АВИС, мы работаем с ними, КАМАЗ, Автоваз. Это всё наши технологии. Основной материал в современном машиностроении — сталь. Нагрев ТВЧ токами высокой частоты позволяет с минимальными затратами производить её поверхностное упрочнение. Ток, который течёт в проводах бытовых, он меняет своё направление 50 раз за секунду. Мы используем токи, начиная от 8 Гц, то есть 8 раз туда меняет своё направление, до частоты 13 МГц, вот, к примеру, на ТК-Маке. Это получается 13 миллионов раз за секунду. Для передачи ТВЧ не нужны провода и другие носители тока. Самый привычный пример их действия — микроволновка. Там вот эти токи оторвались от источника СВЧ-энергии, нашли в этой микроволновой печке какой-то объект, пирожок, лолочку, и они его нагрели. Токи высокой частоты, они способны передаваться на расстояние. Это подтверждает радиосвязь, телевидение. Много разговоров о Тесле, который пытался передать энергию на огромное расстояние. Много в этом преуспел, но, к сожалению, не всё ещё, так сказать, объяснено. Сербский физик Никола Тесла предвидел массовое применение высокочастотных технологий. Но в прошлом веке его эксперименты с токами высокой частоты называли шарлатанством. Сейчас башни, подобные тем, что сооружал Тесла, служат для беспроводной связи и радиолокации. Да, это не фантастика. Токи высокой частоты могут очень многое. Сегодня НИИ ТВЧ разрабатывает прикладные высокочастотные методики. Здесь разработали и малогабаритный ультразвуковой агрегат «Муза» для очистки авиационных фильтров. Их надо промывать через каждые 25 часов работы. Раньше этот процесс занимал 4 часа и требовал применения специальных технических моющих средств. «Муза» очищает фильтры за 10 минут. Для того, чтобы приблизиться по плотности к тем параметрам, которые есть, мы ввели ещё задачу – ввели давление. То есть моем под давлением. Под давлением, во-первых, эффективность ультразвука увеличится в порядка 4-5 раз. Эффективность, по сравнению с без давления. В промышленности применение токов высокой частоты – проверенный способ ресурсосбережения и повышения качества. В науке – поле для новых открытий и развития российских высоких технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова